Смотрите, я сегодня хочу начать с вами разговор по принципу открытого вопроса. Знаете, как при опросах общественного мнения социологи спрашивают у респондентов, какая проблема вас сегодня больше всего волнует? Или в чем состоит на сегодняшний день ваш самый большой страх? Ну и так далее. Какая у вас в жизни, может быть, самая большая неразрешенная трудность? Вот глядя на происходящее с одной стороны в России, с другой стороны в Украине и вокруг продолжающейся войны, что, на ваш взгляд, сегодня является самым важным, самым для вас лично интересным, значительным? Да, я бы не говорил о страхах, я бы говорил именно о том, что кажется наиболее важным, потому что страхов, собственно говоря, нет. Оснований для страхов я не вижу. То есть я вижу, что в целом ситуация развивается в правильном направлении. То есть режим закапывает себя, готовя почву для революции. Значит, ведь надо понимать, что революция, на самом деле, она не начинается с того, что вот, это такой киношный образ, знаете, революция начинается с того, что там Аврора дает залп и толпа матросов бежит на штурм бастионов власти. На самом деле, первый, самый важный, значит, этап революции, это падение, складывание, знаете, как карточный домик, вот складывание институтов действующей власти. Это не революционеры свергают власть, строго говоря, власть своими собственными действиями, своим собственным курсом доводит себя до того, что она просто сама себя уничтожает. Революционеры, строго говоря, не захватывают власть, не перехватывают власть у предыдущей власти. Они подбирают ту власть, которая уже лежит на земле. И вот российская власть, в принципе, в этом направлении движется. Естественно, что самое важное в этой части, это ситуация на фронте, это главная на сегодня функция государства обеспечить дееспособность фронта. То есть я бы там сказал, окей, где-то на периферии государство не справляется с решением каких-то там экологических, например, проблем граждан. Это тоже, в общем, неудача власти, но она не является, по крайней мере, в данной ситуации какой-то судьбоносной. Это периферийная история. Но фронт во время войны – это уже нечто принципиально важное. Это то, на чем режим, так сказать, держится. И неспособность власти выстроить ситуацию там, чтобы хотя бы твои собственные сторонники, твои собственные институты действовали во взаимодействии друг с другом, а друг друга не уничтожали бы, как это по сути происходит, ну не физически пока, но политически. Это твоя главная задача. И то, что ни Путин, ни Патрушев, никто не в состоянии отрегулировать отношения между Пригожиным и Министерством Ворон, там еще и Кадыров вмешивается, вот это, конечно, важнейший индикатор того, что Ленин называл революционной ситуацией. Напомню, что революционная ситуация – это не только когда низы не хотят, но это и когда верхи не могут. Вот это вот самое как раз недееспособность государства, когда оно просто начинает складываться как карточной домик. Вот эти вещи на фронте происходящие, отношения между Министерством Обороны и Пригожиным – это на сегодня самое главное. Пригожин, несмотря ни на что, продолжает такую жесткую публичную критику Шойгу. Сегодня опять выложил письмо с приглашением в Шойгу на приехать в Бахмут, с такой изгивательской абсолютно. То есть он уничтожает, в общем, остатки репутации Шойгу. Надо понимать, что это значит для армии. Армия вся построена на чинопочитании, на том, что ты слышишь команду начальника, и тебе в голову даже не приходит, что как-то ее можно не выполнить, что начальника можно не уважать. Именно поэтому военный устав запрещает, вы же знаете, критиковать подчиненных офицеров в присутствии их подчиненных. Условно говоря, если ты генерал, ты не смеешь критиковать полковника в присутствии подполковника или майора, например. Если хочешь его раскритиковать, этого полковника, выведи этих подполковников и майоров, останься наедине с ним, и только потом, значит, можешь его критиковать и унижать. А Пригожи надо делать принципиально публично, на глазах всей страны, уничтожая вообще остатки репутации, уничтожая, по сути, принцип единоначаля. Он ведь, по сути, легитимизирует дезертирство бегства с фронта. Когда он говорит, что, значит, да, солдаты бегут, и они по-своему правы, потому что, а почему они должны, значит, страдать за тупых командиров, их дело там воевать профессионально, а если их просто на убой, так сказать, там, из-за бездарности командировал, ну так и правильно делают, что бегут. Ну, то есть, понимаете, такая попытка легитимизировать вообще бегство, дезертирство, да, это развал армии, в принципе, да. Ну, конечно, пока еще ситуация далека от той, что происходило на фронте после февраля 2017 года, если помните. Но, в принципе, движение в том направлении совершенно очевидно. То есть, уже такие присутствуют элементы гражданской войны, но это еще не горячая, так сказать, гражданская война, но она уже, что называется, холодная. И то, что ни Патрушев, ни Путин во все это не вмешиваются, а посылают на разборки с Пригожиным Кадырова, известного своей тоже независимой суверенностью, так сказать, игрока. Но это еще больше дополняет вот это ощущение, значит, какой-то вот, ну, такой неконтролируемый никем разборки стрелки бандитской. И это государство, по сути. И, конечно, во всей властной бюрократии, которая за всем внимательно наблюдает, это создает ощущение того, что все, прежняя жизнь кончилась, единая централизованная вертикаль уже практически не существует, остался лишь миф о ней. Значит, и бюрократия в таких ситуациях, она всегда переходит из режима, чего изволите, в котором она функционирует в нормальное время, в режим «спасайся, кто может» или там «спасение утопающих, дело рук самих утопающих». То есть каждый начинает действовать на свой страх и риск. Это и есть вот та самая предреволюционная ситуация. Вот что, с моей точки зрения, самое главное на сегодня. Мы с вами как-то в одной из наших предыдущих бесед вспоминали Россию накануне февральской революции, саму февральскую революцию, когда, с одной стороны, дела на фронте были очень плохи, а с другой стороны, вот потребовалась совершенно неожиданная искра для того, чтобы все это вспыхнуло. Хлебный бунт, который возник в Петербурге, это не то, что было, и был он связан, как вы помните, не с тем, что в принципе не было хлеба, что там был голод, там нет бунта, не было. Оказалось, не подвезли вовремя дешевый хлеб, который раздавался простым людям, самым необеспеченным, по талонам, что называется, по карточкам. И пошло-поехало. Вот смотрите, сейчас вдруг откуда ни возьмись новая напасть. Мощные лесные пожары. И вот люди уже пишут в соцсетях, что тушить эти лесные пожары оказывается некому, потому что раньше для этого привлекались войсковые части, а сейчас все войсковые части на фронте. Вот вам, пожалуйста, один возможный сценарий. Согласны? В целом да, но поймите, очень трудно сейчас оценить состояние общественного мнения, реального общественного мнения, с учетом фактора репрессии. То есть ты где-то, так сказать, bits and pieces, какие-то кусочки там где-то добываешь таким или иным образом. А поскольку официальная социология становится практически полностью нерелевантной в условиях репрессии, люди не говорят, что они на самом деле думают. И ты не очень понимаешь, что на самом деле скрывается за официозным патриотизмом. Ну, там у тебя есть основания что-то предполагать. Но стопроцентной уверенности все-таки у тебя быть не может. Ну, по каким-то параметрам может, а по каким-то нет. Поэтому у меня нет уверенности, что ситуация уже назрела настолько. Вот если сейчас, условно говоря, еще и фронт опрокинется, и там побегут они массово, да, и как в Харькове там было, например, ну, просто в большем масштабе. И вот плюс эти пожары, и неспособность властей с ними справиться, и еще что-то. Ну, то есть вот такая цепочка таких историй. Там же в Питере тоже, не то чтобы в 1917 году, там же не единственный фактор был, вот, хлеб не подвезли. Значит, там, ну вот, почему военные перешли на сторону, начали массово переходить на сторону протестующих? Это потому, что там прокатился как раз слух, что части Петроградского гарнизона в ближайшее время собираются отправить на фронт. И вот тогда они, зная, что там уже враг, так сказать, их бьет, и понимая, что их сейчас бросят закрывать там бреши, и они там все полягут, вот они и решили, оно нам надо, и, значит, решили, что шансы на сохранение своих жизней в ситуации перехода на сторону восставших больше, чем если просто тупо ехать на фронт. И тогда они начали там стрелять в собственных офицеров и присоединяться к протестующим. Вот, то есть цепочка факторов была, и сейчас тоже она нужна. Элементы этих историй мы видим, но станет ли в данном случае, в данном случае вот эта ситуация с пожарами триггером, не уверен. Ну, а эта штука там актуальна для, например, Курганской области, там самые сильные пожары, еще для каких-то регионов. Но революции же, вот если не говорить об азиатских революциях, которые, когда, знаете, они демонстративно начинались на периферии где-то, и потом там формировали партизанские отряды, которые постепенно продвигали к центру, это вот национально-освободительные войны так называемые, да, то если говорить о революциях европейского типа, они в Салицах все-таки начинались и происходили в основном. И там проблема Курганцев, она в исключении сильно тревожит. Вот если бы Москва уже сейчас была, как в 2010 году, да, в кольце пожаров и в дыму, значит ситуация бы там ухудшалась демонстративно. Ну, теоретически, может быть, это могло стать политическим фактором. Пока, в общем, вот в теме пожаров не хватает такой тотальности, всеобщности. Это пока еще набор частных проблем в разных регионах. Если эти пожары реально охватят всю страну, плюс, повторюсь, на это наложится поражение на фронте, тогда, да, в принципе, теоретически могут начаться уже протесты из серии, и, ладно, кончайте воевать, раз у вас это не получается, ну так давайте делать хотя бы вот этот минимум, пожары тушите. Вот из серии там «хватит дурака валять». Ну, то есть, воспользовавшись, вы понимаете, протестовать против войны в целом страшно. Все видят, какие репрессии обрушиваются в этой связи на людей, протестующих против войны. Выходить формально по другому поводу, типа там пожары, да, оно на самом деле легче. Собственно говоря, так это во многих случаях и начинается. Значит, например, вот я помню, читал воспоминания одного из болгарских диссидентов, который говорил о том, что формально мы, и мы здесь, и там, и в Венгрии протестовали против экологических каких-то проблем. Но в реальности мы все понимали и власти, и мы, что в реальности это был протест против системы. И на каком-то этапе, да, вот этот протест, который изначально начинался как экологический, потом конвертировался в общеполитический. Но начинался он как под другими флагами, легче было начать вот по теме, которая не является такой криминализованной, так сказать, государством, да. В общем, как-то так. Ну, а смотрите, вот допустим, Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы. Это не может сложиться еще в один дополнительный фактор? Недовольство граждан? Да, это тоже будет еще один фактор, который, в принципе, при прочих родных тоже сыграет. Но станет ли он ключевым, я не знаю. Я не знаю, о каком количестве людей там идет речь. Все-таки, наверное, не об очень большом. И это тоже может оказаться суммой частных проблем, которые не сложатся в силу своей малочисленности. Проблема такую для всей страны общеполитическую. Ну, условно говоря, призвали там 50 тысяч человек по всей стране. Ну, например. Ну, в масштабах всей страны не так много. Вот надо, чтобы таких там были сотни тысяч, чтобы, условно говоря, вот я знал, что меня призвали, там моего соседа призвали, всех моих коллег по работе призвали. И в каждой семье такая проблема. И у всех у нас есть вот ощущение такой всеобщности этой проблемы. Тогда, да, мы можем уже начинать против этого протестовать. А если меня призвали, а больше я ни одного человека не знаю, кого призвали, но это остается у моей частной проблемой. У меня нет основания рассчитывать, что кого-то еще эта тема волнует. Мы ведь не говорим с вами о возможных, плачевных для Путина итогов готовящегося наступления вооруженных сил Украины. Как вы думаете, если ВСУ добьются какого-то значительного успеха, не будем играть, что называется, в чересчур завышенные ожидания, но если будет существенный, значительный успех, то может ли это сразу конвертироваться в какое-то общественное недовольство или в недовольство элит? Ну, безусловно, это может конвертироваться не столько в недовольство, недовольство оно и без того есть. Оно конвертируется в ощущение, что режим ослабел. Вот это ощущение, оно, собственно говоря, является по-настоящему революциообразующим, если можно так выразиться, вон новое слово изобрел. Значит, как говорил Таквиль, величайший исследователь Великой Французской революции, массы восстают не столько против злодеяний старого режима, сколько против его слабости. Злодеяний режим уже совершил более чем достаточно для того, чтобы его смести, но он до сих пор представлялся еще очень сильным. Даже те поражения, которые были в прошлом году, ну они, как видим, не создали ощущение, что власть совсем ослабела. Ну да, есть тактические неудачи, совсем не так силен он, как раньше нам казалось, но все-таки ощущение, что он совсем ослабел, не было. А если сейчас это поражение будет таким еще более сильным, то да, вот оно создаст ощущение слабости, и именно оно даст толчок к действиям элит ли, населения ли, в целом, в широком смысле слова. Вот, как-то так.